Всем привет, друзья! С вами снова я, Белокопатель. Хочу сразу извиниться, что сегодня нет прямого эфира воскресного. Доброе утро! Потому что я немного приболел. Даже пришлось взять выходной, видимо, чем-то траванулся. Но оставить вас без ролика, тем более не поделиться важной информацией, я не мог. Информация очень важная. Очень прошу вас распространить ее максимально, потому что она предупредит многих наших камрадов от потери, возможно, денег и от потери нервов. Собственно, о чем пойдет речь? Ситуацию. На эту ситуацию я почти случайно вышел, только потому что у одного камрада сейчас неприятная ситуация, но в данный момент я не могу освещать ее, в ходе которой я зацепился за данную информацию, о которой я сейчас вам расскажу. Впоследствии я расскажу, что с этим камрадом. Постараюсь помочь ему осветить его ситуацию в случае каких-то конфликтных разбирательств. А суть в том, что если вы покупаете XP Deus или ORX, я сам владелец XP ORX, и я в точно такой же ситуации, про которую сейчас буду рассказывать. Ранее, кто покупал данные приборы не в магазинах, и вот на данный момент, если вы покупаете приборы не в сети магазинов MD-регион или не в сети магазинов грунтовик, они могут комплектоваться, то есть идти с гарантийным талоном Reef Detectors. Это, кстати, вот мой талон, мой чек на покупку. Я не скрывал, что купил, но у многих почему-то это вызывало сомнение, что мне его задарили. Вот чек на покупку мною ORX, куплен в Antiquart 32. И ранее, да и сейчас в магазинах вы можете приобрести XP Deus или какой-то еще товар XP с вот такими Reef Detectors гарантийными талонами. Вот он сзади. Вот так выглядит. Наверное, вы, может быть, сталкивались. Так вот, на данный момент я вам советую категорически отказываться от такой покупки, от покупки именно с данным гарантийным талоном. Если вы, потому что, поясняю, с 2019, ой, с 2020 года, с января, то есть уже в этом году Reef Detectors не является официальным поставщиком XP в Россию. Вы можете поискать на их сайте сертификат. Ранее был в данный момент. Он уже не, по-моему, там не существует. Но там висит какой-то другой сертификат, который заканчивается в 2018 году. Вроде как висел еще до конца 2019, но нового нет. Человек, который стоит за этой компанией, он как бы отходит от бизнеса. В данный момент он распродает все оборудование и вроде как хочет сменить свою деятельность. Вот. И, соответственно, происходит неприятная ситуация. Если вы в каком-то из других магазинов, я не буду называть конкретно в каком, но в любом маленьком магазине, не в сети MD-региона, не в сети грунтовиков от Raycom Group, то вам, у вас есть большой шанс, что вам продадут DEUS из запасов Reef Detectors. Либо DEUS, либо ORC, либо другую продукцию XP, она будет из запасов, из больших запасов Reef Detectors. Вас подкупят, может подкупить дешевая цена, но с чем вы столкнетесь в случае гарантии? С разбирательством, со скандалами. Есть шанс, что вы проскочите на удачу, но очень большая вероятность того, что это будет связано с каким-то разбирателем. Смотрите далее, о чем я вам скажу. MD-регион официально отказывается принимать. Ну, соответственно, это не ими проданные товары, не через них они поставлялись, поэтому они официальной поддержки по данным гарантийным талонам от Reef не оказывают. И, соответственно, приборы с таким гарантийником не принимают. Это логично и понятно. Вроде как второй наш представитель, это Raycom Group, он вроде как стал преемником Reef с 2020 года. И, соответственно, на него легло время выполнения обязательств. Но вы понимаете, что это наши друзья, мои друзья из Reef.com. И для них это тоже является именно бременем. То есть данные приборы они не ввозили, соответственно, они с них не получили профит. И для них это как абуза. То есть такая абуза по выполнению. Поэтому все идет с большим скрипом, с большой натяжкой. И, в общем, очень трудозатратно по нервам и по времени. Я данным роликом хочу лишь вас предупредить о том, что нет никакого смысла сейчас брать, если, конечно, вы не хотите сэкономить, супер сэкономить, и где-то поискать остатки того, что осталось от Reef. Иначе другого смысла нет. Но помните, что скупой платит трижды даже, не дважды уже в данном времени. И у вас, возможно, в будущем вас ждут проблемы. Там еще неприятная история в том, что был слух. Это я именно говорю лишь как слух. Можете писать в комментариях, что, ну, извините, я не могу подавать в суд и там какие-то разбирательства. Я вам рассказываю ту информацию, делюсь с вами, которую узнал сам. Вот. Что вроде как занимались поставками через Латвию серыми. Поэтому тоже нелицеприятно, собственно, по этому региону нет никакой нужды заниматься вот непосредственно, да. Тем более, что вроде как официально французы поставили преемником вместо Reef'а Reef'ом. Соответственно, им и держать это бремя. Бремя по гарантии. Но все идет с трудом. Также есть случаи, кто, если обращался напрямую в Reef, у них вроде как один магазин-склад-магазин-склад. Вот. Если вы обращаетесь к ним непосредственно, то они теперь как раз-таки в качестве аргумента по отказу о выполнении своих гарантийных обязательств указывают на то, что они потеряли с 2020-го свое официальное представительство. То есть, они не являются больше официальным представителем XP и, соответственно, для незнающих законов выдвигают этот факт как аргумент по невыполнению обязательств. На самом деле, это, конечно, не так. И в итоге, все равно, имея чеки на руках, вы можете бодаться, но зачем вам тратить эти нервы. Поэтому, друзья, я рекомендую вам, если вы сейчас хотите приобрести где-то XP, продукцию XP, там, Deus, Org, еще что-то, то обращайтесь, пожалуйста, заранее. Спрашивайте, какой гарантийник у вас будет. МД региона или грунтовика. Вот эти гарантийники должны вас как бы, ну, воодушевить. Если вам присылают фотографию гарантийника РИФа, то у вас есть большой шанс, что это из старых запасов, либо даже небольшой шанс, что вы попадете на серый ввоз прибора. Собственно, зачем нам рисковать, когда мы платим недешевые цены? Вот примерно в такую неприятную ситуацию и попал наш Камрад, но об этом будет более подробно впоследствии изложено. В каких-то роликах я надеюсь, что у него все пройдет хорошо, но на данный момент пока, опять-таки, все не очень гладко складывается. Буду вас держать в курсе. Напишите, где вы покупали, давайте поделимся. Именно смотрите, у меня вот прибор куплен в 2018 году. Тогда еще как бы, ну, эта вот бумажка, она имела как бы официальную силу. Она и сейчас имеется. Но с 2020 года, покупая прибор с таким гарантийником РИФа, нету никакого смысла. То есть обязательно смотрите, чтобы гарантийник был от другой компании. Это именно просите дистанционно, чтобы вам не узнавать по факту, когда вы приехали в магазин, да, и у вас уже может быть потеря времени. Вам просто, вам будут скидку делать, еще что-то, но у вас будет потеря времени, и вы, возможно, сломаетесь и купите. Но помните, что в отсроченной перспективе у вас есть очень большие шансы столкнуться с проблемой. Разрешите еще попутно отрекомендовать вам нашу группу поиск фан. Сейчас у нас там, спасибо пинтпоинтеру и компании Sphinx, мы разыгрываем пинтпоинтер Sphinx 01. Итоги подведем 31 декабря, поэтому в описании вы найдете ссылку, сможете вступить в нашу группу и принять участие. То есть надо сделать репост, закрепить его будет на странице и ждать решения. Переходите и тем самым вы поддержите нашу группу. Также можете там выкладывать, общаться. Вот, я так, немножечко еще, пускай повисит реклама. Вот, собственно, об этом я вчера, вот буквально вчера узнал, и поэтому поспешил сразу с вами поделиться, потому что я считаю, что такие моменты надо освещать, вот, как бы в них не заинтересованы, скажем так, продавцы, вот, по понятным причинам, да. Но такая проблема, даже вероятностная проблема того, что можно попасть на какие-то нервотрепку, на какие-то вот судебные тяжбы, да, она должна вас остановить. То есть я просто сообщаю, доношу до вас факт. Если вы хотите, если вы осознанно знаете, что да, возможно, может быть в будущем такая проблема, но я иду за дешевизной, тогда, пожалуйста, это ваше право, но предупредить комрадов я посчитал своим долгом, именно долгом и обязанностью, поэтому даже сейчас при плохом самочувствии я все равно считаю, что надо записывать ролик. Как только я узнаю какую-то полезную информацию по новостям, по еще чему-то, я обязательно с вами ею делюсь. Поэтому, друзья, пишите, где вы покупали металлоискатель, именно вот в 20-м году интересно, сколько у вас там, много ли таких вот, кто покупал с рифом, были ли у вас какие-то проблемы по выполнению гарантии, да, проблемы, ну, любые вот проблемы по какие-то с данной техникой. У XP нету эксклюзивного, они не дают на страну эксклюзивные, уникальные, как бы представители не делают, как это, например, у других, у Minilab, у Garret, у Nokta и прочих. Они могут оставить двух, а то и трех, если страна большая. В данный момент, как я понимаю, у нас два официальных представителя, это MD Region Safari Group и Raycom Group и, соответственно, магазин Грунтовик. Вот их гарантийники, с ними проблем не должно быть, потому что товар через них прошел официально, был продан, они получили с этого денежку, ну и как бы должны уже все-таки выполнять более радостно свои гарантии. MD Region, напоминаю, что от рифа точно отказывается, вы не сможете к нему, ну и не должны, то есть это нонсенс, если вы покупаете товар в MD Region, вам дали вот такую бумажку, такой ситуации быть не может, я так понимаю, что такой же ситуации быть не может, если вы это в Грунтовике покупали, но если вы это где-то в других магазинах, я не говорю о каких-то конкретных, чтобы не хейт, не разжигать, да, не разжигать ненависть, просто такая вот сейчас ситуация. Просите, чтобы у вас было из новых поставок, с новыми гарантийными талонами, которые как бы внушают для меня больше доверия. Все, друзья, давайте далее пообщаемся по этой информации в комментариях, и я прошу вас максимально распространить данное видео, потому что надо все-таки камрадов предупредить. Я не отказываю, ну не говорю вам, что прям вот не покупайте это точно, поэтому и ролик называется «Не покупайте, пока не посмотрите данное видео», но обладать данной информацией нужно, а дальше уже вы, обладая полной информацией по данной ситуации, которая на данный момент является, вы уже осознанно сделаете выбор. Если вы идете на этот выбор, это ваше право. На сегодня это все, как вы видите, я тоже, в случае чего опять я столкнусь с мною, любимым Raycom Group. Это просто безумно меня радует, особенно при таком моем самочувствии, это просто, ну вот, сарказм высшей степени. То есть, вот, купил и все равно, вот, то есть, это случись что. Я еще, мне написали на морозе, что может замерзнуть XP ORX, я побоялся, но все равно вышел. Вы представьте, вот, если XP ORX бы тоже замерз, мне опять бы пришлось отправлять это в Raycom Group и выслушивать все это про то, что, опять же, неправильно заряженный, как бы, аккумулятор, то есть, в общем, столкнуться с великолепным, с сервисом от компании Raycom, вот, и с ихними замечательными сотрудниками. По Гарретту будет отдельный ролик, я расскажу, как там обстоят дела, какие обстоят ситуации, про это будет на канале тоже в ближайшее время озвучено. Все, друзья, участвуйте, пожалуйста, в конкурсе, заходите, вот, где тут, вот он конкурс, переходите по ссылке в описании, можете выиграть пинпоинтер, полезная штука, особенно такой пинпоинтер, как Sphinx, он закрывает все потребности, Камрадо он подводный, у него есть все настройки, вот, работает идеально. Это наш отечественный прибор, так что ссылку вы найдете в описании, подписывайтесь на нашу группу, вступайте в паблик, и, конечно, подписывайтесь на мой канал, Кладоискатель Белый Копатель, по воскресеньям у нас будут прямые эфиры, также еще работаю сейчас по разработке графика с приглашением гостей, если вы считаете кого-то интересным для того, чтобы он со мной пообщался, ну и как бы вот, да, интервью, то напишите, с кем из комрадов там, с кем из представителей, потому что есть идея и с магазинными продавцами пообщаться, пообщаться с комрадами пообщаться, с какими-то, возможно, даже с археологами, взгляд с другой стороны, вот, возможно, с еще какими-то представителями, те, кто каталоги делает по монетам, тоже мне интересно было бы пообщаться. Ну вот, в общем, разрабатываю, с кем можно из гостей провести прямой эфир. А на сегодня это все, буду лечиться. Пожалуйста, распространите данное видео, чтобы предупредить комрадов. На сегодня это все, с вами был Белокопатель. Вроде как ничего не забыл, постарался, записал одним дублем. Вот, но помните, что приобрет... Как там? Предупрежден, значит вооружен. Все, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok